Друзья, мы продолжаем. Это последний блок нашего эфира из Иерусалима. Слава Господу! Спасибо за ваши отзывы, за ваши молитвы, которые вы нам посылаете. Мы стоим вместе с вами и верим, что в этот день Господь совершит чудо в вашей жизни. Знаете, написано, что если даже кажется, что Он медлит, тем не менее, даст вам защиту вскоре. Библия обещает, что Бог будет стоять на вашей стороне, Бог за вас. И написано, Он даже несравненно лучше того суди, которому ходила эта бедная женщина и постоянно докучала ему, просила, чтобы он дал ей защиту. И написано, даже Он дал защиту, а тем более Господь, который любит вас, который отдал своего сына. За каждого из вас вы должны быть уверены в том, что Он на вашей стороне, даже если с какой-то стороны подступил враг. Мы говорим в прямом эфире о интересных, рассуждая на интересные темы. Мы говорили о Бозе, который имел такое, скажем, такое дерзновение, как Ирина хорошо сказала, что он имел неправильное дерзновение. Он взял на себя роль, которую Бог ему не давал. Он просто взял и коснулся этого ковчега и очень плохо закончил. Мы говорили о тенденции, да, тенденции играть вот эту роль Озы, да, или синдром Озы, как я его называю, который можно встретить в церкви. Когда люди ведомо, руководимы вот этим, вот этим таким духом незаменимости. Духом, когда ты занимаешь такую позицию, да. И хорошо было сказано экспертами нашими, да, уже в студии о том, что мы должны выполнять свою роль перед Господом, которую Бог нам уделяет, которую Бог нам отдает. Вы знаете, в этом месяце мы говорим и будем говорить об отдыхе. И отдых это такая очень интересная часть. Когда я говорю об отдыхе, я думаю, что наверняка в следующее воскресенье или в последующее воскресенье мы будем говорить об отдыхе, как о покое. О покое, о субботстве, который должен распространиться на всех верующих. Написано, а для народа Божьего еще остается субботство. Многие думают, что это значит, нужно соблюдать субботу. И в конце концов мы выясним, поговорим об этом, потому что, может быть, для некоторых людей действительно важно соблюдать субботу. И я, живя в Израиле, понял, что это просто необходимо, чтобы это принести во все страны мира, для того, чтобы люди, если по свободной воле, то хотя бы по, ну, скажем так, по закону, будут выделять время, где они будут проводить время с семьей и с Богом. Хотя бы один день, да, написано, 6 дней работы и один к Господу. Поэтому это очень важный образ для нас. Теперь, говоря об отдыхе, вы знаете, написано, во-первых, Господь отдыхал один день, да, Господь уделил, Он 6 дней работал, а один отдыхал. И написано, если мы с вами работаем 7 дней в неделю, то мы, значит, не следуем за Господом и считаем, что мы немного лучше Его или чуть-чуть покруче. Потому что Бог может себе позволить отдыхать, а мы не можем себе позволить, мы должны насытить себя работой. Это тот же Синдром Озы, Женя. Это тот же Синдром Озы, это тот же Дух, конечно. Да, потому что помочь, помочь, как я заработаю, надо вот и седьмой день выйти, помочь, кто поможет? Это 100%. Это тот же самый Синдром. Причем еще одну вещь хотел добавить, что слово Шаббат, которое используется потом, он перешел в слово Шаббат, это когда Бог перестал заниматься тем, чем Он занимался в предыдущей 6 дней. То есть Он не занимался рутинной. Отдых это не один день, когда мы в квартире убираемся, стираем белье, моем посуду, это называется выходной. Да, холодильник передвигаем. Да, холодильник передвигаем. Это не выходные. Отдых это когда мы перестаем заниматься рутинными делами и посвящаем этот день Богу. Как его посвятить? Я, например, своим студентам говорю, уехать куда-нибудь за город и прислать мне видеоотчет, где вы были. Я не разрешаю отдыхать дома студентам своим. Не разрешаю. Просто потому что если они останутся дома, они начнут стирать, готовить. Да, я принуждаю их. Потому что если не ввести это в привычку, то потом будет хуже. Вы знаете, вот такой пример, который я вижу в Писании, 1 Царств, 30 глава, когда Давид погнался за теми, кто спалил его поселок и забрал жены детей. Не об этом речь, а о том, что из 600 человек 200 написано в 10 стихе 30 главы 1 Царств, в 9 стихе 30 главы. И пошел Давид сам из 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку вассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток вассорский. Написано, что 400 человек пошли и победили Амаликитян, вернули все, возвратились. Но 200, подумайте, треть его армии осталась, потому что они в силах, они должны были отдохнуть, они должны были остаться у потока. И они остались у этого потока вассор, как Библия описывает. И когда они вернулись, злые, негодные люди пришли, которые ходили с Давидом, они говорят, не дадим им из той добычи, которую мы завоевали. Распределим только среди тех, которые сражались. А те, которые остались и были вот там у потока, пусть возьмут только детей и жен и все. И Давид изменил эту ситуацию, он сказал, если они ходили, подвязались с нами ходить на войну, то должно распределиться всем. И вот я подумал, вот со стороны людей, которые воины, которые привыкли сражаться, но которые в этот момент не могли идти дальше, а остались у потока. Как им было принимать эти подарки и благословения? Ведь эти люди все время зарабатывали путем войны, они все время стояли на грани смерти. Интересно, что этим людям очень сложно тоже было получить эти подарки, вроде бы не за сражение. Знаете, когда ты приучен сражаться, отвоевывать и получать, то в момент, когда ты доходишь до конца самого себя и лежишь у потока, то тебе сложно воспринять, что кто-то где-то может дать тебе вот эту часть благодати. Ведь от этого, да, это рисунок благодати, который Христос поделился с нами. Написано, Христос пленил плен и дал дары человекам. Он дал просто так, Он дал путем благодати, мы не можем их заслужить, заработать, выслужиться, что-то Ему дать взамен, даже десятину. Мы просто можем принять от Него тогда, когда мы немощны. И вот интересно, что когда мы немощны, тогда и есть возможность получить порцию благословения, порцию благодати, ощутить, что оказывается ты в нерабочем состоянии, лежишь у потока и получаешь от Давида благословение. Это тоже надо уметь. Это тоже надо уметь. Здесь вообще очень интересно, здесь, мне кажется, столько откровений можно подчеркать. Тут очень много откровений. Потому что, например, одно, которое ты говоришь, что действительно, надо научиться, именно когда ты в немощи, когда ты говоришь, я не могу ничего, теперь я ничего не получу, но по идее. И еще кто-то рядом с тобой говорит, а за что Ему вообще дали, Он кто? Тогда Господь по-другому смотрит. Вообще интересно, что понять даже, что не Он, не нашим умом, а Его умом, у Него совершенно другие взгляды на эти вещи. И я думаю, что, как он пишет про сердце, у Него взгляд, вот эти люди шли, да, честно шли, правда, шли, все, и не выдержали физически, нет у них сил. Но сердцем они хотят, они все, но нет, и Бог говорит, послушайте, сердце важнее. Это настолько вот меняет наши, а ведь интересно, что ведь Он хочет, чтобы мы так видели людей. Ведь не то, что ведь интересно, что мы должны смотреть и на служителей, и на распределение каких-то даров, правда, в церкви. Не потому ты заработал, вот ты служил с утра до вечера, вот тебе, а ты, извини меня, в церковь приходишь, сидишь, слушаешь. Да, может быть, а может быть и нет. Дорогие друзья, да, это главный момент, то, как мы судим других, потому что в этой ситуации очень важно, как Давид поступил с ними. Он раздал поровну, и Он сказал, вас даже никто в этом не послушает, потому что такое Господь дал благословение, такую победу. И мы, вы понимаете, мы должны понять, что других людей, лежащих у потока, нельзя судить. Потому что сегодня они там лежат, завтра мы можем лечить. Завтра мы уже лежат, да. Понимаете, полежать, Бог у потока. Поэтому, да, поэтому... Если вы уже решили отдыхать, главное, чтобы вы не подумали так, ну ладно, я еще недельку поработаю, да, а вот на следующий не обязательно отдохну. В 4 главе Евреям написано, посему будем опасаться, чтобы когда еще останется обетование войти в покой его, кто бы не оказался опоздавшим. И дальше написано, ибо негде сказано о седьмом дне, ибо почил Бог в день седьмой от всех дел своих. От каких дел? От своих дел. Мы должны сейчас сказать, вот это мое дело, от которого я должен почить, это я сделал, я эту ответственность взял на себя на 100%, я ее исполнил, а теперь я должен отдохнуть. Потому что тот, кто дал мне силы, время, возможности, деньги, опять же о серебре, да, деньги за то, чтобы я выполнил все это, он мне сказал, иди и в седьмой день отдохни от своих дел, займись моими делами. А какое его дело? Его дело дать нам как раз свой собственный покой. И он его дает, если мы полностью ему отдаемся. Невозможно прийти в покой, если мы постоянно думаем о делах. И так не бывает, поэтому не бойтесь опоздать в его покое. Он говорит, чтобы никто из вас не остался опоздавшим. Вот прямо сейчас, примите решение, сегодня воскресенье, у кого-то из вас выходной, здесь в Израиле это рабочий день, начало рабочей недели, отсчитайте 7 дней и скажите, ровно через 7 дней я просто оставляю свои дела и начинаю заниматься делами Божьими. Получать от него его покой, благодать, милость, все, что нужно получить. Где? В церкви, с семьей, в семье, кстати, тоже служение, с церкви, с семьей, с детьми, у кого еще нет семьи, пойдите у пастора, спросите, что можно сделать в церкви, как послушать, я хочу отойти от своих дел и заниматься делами Бога. Это будет лучший отдых. Слава Богу, да, это хорошие мысли. Вы знаете, на этой неделе я общался с одним пастором, и он мне некоторые вопросы задавал, и мы так общались здесь, в Иерусалиме. И я поделился с ним такими мыслями, я говорю, я их не озвучивал так публично, но почему-то сейчас решил я их озвучить. Написано, что придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Помните, да, когда Христос говорит? И придите ко мне все труждающиеся и примененные. И я успокою вас. Потому что я успокою вас, и написано, ибо иго мое легкое. Вот этот момент, я понял, что в большей части в моей практике я сталкивался со служителями, которые очень тяжелое иго несут. И вопрос, то ли иго это, которое Христос на них возложил, и это не только касается пасторов, потому что многие могут посмотреть и подумать, это к пасторам. Это вообще все люди, да, это все несущие бремена, да. Мы несем бремена, но если нам Христос не облегчает это бремя, то значит, может, мы взвалили на себя не то что-то. Не свои бремена. Не свои бремена. То есть мы несем не то, что Христос на нас возложил. В основном это либо люди на нас возложили, либо мы просто подумали, что вот это правильно, нести эту лямку, как бурлаки, просто на Волге тянуть эту баржу. То есть нам с вами важно понимать, да, и прийти вот к этому моменту, как Ирина говорила, к этому миру, да, чтобы мир руководил нашим сердцем, чтобы мы соединились с Господом и чтобы мы для себя поняли, что в действительности Христос нас возлагает. Потому что он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Только по причине того, вы знаете, я могу сделать вывод, что когда мы вот под таким бременем, это значит, что мы горды. Мы не учимся от Христа, мы не смиряемся перед Ним. Мы идем вот этим путем Озы, мы идем путем людей, которые просто идут в своей силе, без благодати Божьей, без того, чтобы обратиться к Нему и ощутить вот этот мир. Он говорит, остановитесь, да, и познайте, что я Господь. Важно остановиться. Может быть, это для вас будет этот день субботний, может быть, этот день воскресный. Но важно понять, что это должно войти в практику, понимание. Я думаю, что это, знаете, какое-то соприкосновение с Богом, какие-то соприкосновения с Его присутствием, где Он нас учит о том понимании, какую роль мы играем в Его теле, вокруг для своей семьи, для церкви, для служения и так далее и тому подобное. Я думаю, что в этом случае мы обретем этот полный мир, полную безопасность, полное благословение. Слава Богу, у нас остается буквально минута с чем-то. Я хотел бы, чтобы вы помолились за наших телезрителей, и сначала Эль, и Ирина, и также я, в конце, чтобы мы благословили, как Господь вас поведет вот в этом росте. Отец Небесный, мы сейчас в согласии здесь провозглашаем молитву о том, чтобы ты, Господь, коснулся сердец каждого человека, который сейчас смотрит нас, который не смог посмотреть нас по тем или иной причине, будет смотреть в записи. Я просто прошу, коснись, Господь, сердец, коснись разума, Господь, пусть каждый почувствует присутствие Твое в Твоей жизни и волю Твою, самое главное, потому что мы ведомы Духом Святым, мы хотим научиться слушать Духа Святого максимально, Господь. Просто коснись и дай мудрости того, как слушать Тебя, Господь, как слушать волю Твою, а главное, исполнять ее, чтобы не быть слушателем только, но исполнителем Твоей воли. Во имя Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Господи, я прошу Тебя сейчас за каждого человека, у теле экранов и близких родных, Господь, чтобы действительно там мудрость, как отдыхать, как служить, Господь, как использовать дары Божьи, Господь, как быть в семье, на работе, все это, Господь, приняло порядок Божий. Господь, чтобы этот сверхъестественный порядок с неба, Господь, Божий порядок, Он пришел в жизнь каждого с мудростью, Господь, с миром Божьим, с благодатью во имя Иисуса. Отец Небесный, мы молимся за каждого, сними бремена тяжелые, Господи, которые неубодоносимые, Господи, с людей, и дай свое бремя, бремя легкое, Господи, пусть каждый научится от Тебя, как ходить смиренным путем и кротким путем. Мы веряем в Твои руки всех наших телезрителей и благодарим Тебя за мир, благополучие и покой Твой во имя Иисуса Христа. Амин. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»